доброго здоровья дорогие друзья сегодня 19 декабря и я сегодня не сам на грибалочки с роды чем выехали сегодня в который раз посмотреть зимние грибочки и может быть еще чего попадется погулять только вот зашли возле дороги сразу же обнаружили с максимом два шикарных грибочка это зеленушка да но они растут в непосредственной близости от трасс мы брать ее не будем здесь вот как можете видеть еще бугорочек с шикарной зеленушечкой очень конечно чешутся руки взять вы видите здесь автомобили ездят но ты-то знаешь максим почему возле дороги нельзя собирать грибы правильно ну а грибы они как как губки да все впитывают ну что идем я знаю здесь есть одно местечко местечко с лиственными породами деревьев и зимние грибы ты знаешь какие зимние опята да как по-другому называется а еще которые мы магазине иногда покупали до вешенка сегодня вообще по плану максимчик должен был остаться у бабушки но он так просил чтобы я его взял с собой да раз уж ребенку откажешь в день святого николая до максик кстати всех с праздником а я желаю быть здоровыми чтобы были силы эти грибы собрать так вот мы видим поваленные вот деревья уже здесь присутствуют здесь будем искать наших паразитиков какие-то трутовички здесь присутствуют да паразитики но это не то что мы ищем или это копытце мы не собираем так ну вот это вот барябуки каракули что-то повырастало интересное что же это тоже какие-то паразиты но я не уверен на это что-то это тоже нам не нужно это похож на трутовик серно-желтый только старый такой мы уже брать не будем конечно да но будем знать что он здесь растет ага какие странные деревья да максим красные какие-то с одной стороны не знаю и причем вот они с одной стороны все вот эти я будто здесь какая-то вспышка было вот это дупло да максимка ты что-то страшно я прям рисуешь вот от болота мы наверное будем отходить что-то нам там удача не улыбается да гиграфоры да и находим вот один нашли уже рядом здесь сосны растут и сюда мы и зашли сегодня с таким праздничным настроением проснулся ну как обычно сразу кинулся к телефону проверять какие же там комментарии по приходили за ночь с максимом нашли еще гиграфор чеки с потеплением они по вылазили а то я уже думал все этот уже дохленький те что живенькие более-менее берем мы уже знаем что это очень вкусные грибочки так вот вернемся к комментариям наверное не один канал не может похвастаться таким количеством добрых людей среди подписчиков сколько положительных добрых комментариев спасибо вам спасибо друзья что смотрите комментируете такие приятные слова говорите канал можно посетить только ради того чтобы эти комментарии почитать максик видишь сколько дупил там даже может летучие мыши живут сегодня увидел и негативный отзыв ну я к нему отношусь с пониманием я понимаю что движу движет человеком чтобы такое писать один из зрителей под видео остров белых грибов начал меня оскорблять называя хапугой завистливым трусливым человеком непонятно из чего он и вернее понятно из чего он исходил он исходил из зависти поэтому я ему посоветовал подписаться на мой канал сегодня я постараюсь ему помочь согласно словарю зависть это чувство досады вызванная успехом или благополучием другого человека это чувство способна погубить нас так вот как можно себе помочь первое что мы должны сделать это осознать то это чувство которое сейчас нами овладевает это есть зависть она бывает скрывается поэтому мы должны себе задать вопрос почему этот человек нас раздражает и мы постоянно пытаемся найти в нем какие-то изъяны допустим да а еще это чувство зависти это просто родное чувство чувству злорадства вот когда мы начинаем радоваться неудачам каким-то или изъянам другого человека это есть зависть то есть мы его уже идентифицировали смотри максим как и графу чик видишь как он его пластинки к низу уходят к низу к ножке вот такой гигрик смотри какой крупный какой гигрик и такой тверденький теперь важно определить вид этой зависти существует два вида это зависть к тому чего ты не можешь изменить есть у человека братик или сестричка да а у тебя нету и ты завидуешь но ты этого поменять не можешь или цвет глаз другого человека например телосложения ну принципе телосложения можно поменять можно накачаться не могу я этого изменить то что есть у другого человека у меня нету ну и что мы разве хотим чувствовать себя беспомощными разве ты хочешь этого нет ну вот поэтому ты должен отпустить от себя это чувство зависти потому как чувство беспомощности которые ты ощущаешь при этом должно тебя раздражать и ты должен гнать его от себя глаза вот такого цвета как у тебя до карио зачем тебе голубые это именно и делает тебя тобой это то что касается того вида зависти когда ты не можешь ничего поменять но есть еще зависть к тому чего ты хочешь достичь чего к тому чего достиг другого человека и ты можешь этого достичь да бывает такое но есть еще такая пословица скорее нищий будет завидовать нищему которому дали больше милостыни нежели он будет завидовать богатому понимаешь это чувство зависти присущи людям одного и того же социального статуса и тогда ты должен спросить себя действительно ли это то чего именно ты хочешь или ты просто завидуешь и хочешь владеть тем же но это не истина твои желания пытаешься подражать жить чужой жизнью же должны осознавать зачем нам жить чужой жизнью мы своими мечтами должны жить правильно да мы должны своими мечтами жить просто нужно свое желание просто иметь да правильно максим чик то есть с этим мы поборолись но бывает и завидуешь тому чего действительно хочешь и ты тоже с этим тоже легко побороться знаешь как нужно наоборот зауважать того человека который достиг того чего хочешь и ты подружиться с ним нужно им восхититься сказать ему в глаза что ты им восхищаешься и тогда это злое чувство как бы трансформируется в добрый заряд энергии который ты пошлешь этому человеку которому ты завидовал да а он с радостью тебе ответит на твои вопросы как дойти прийти к тому чего ты хотел если просто ты дружишь с успешным человеком ты будешь успешный ну не ожидал таких мыслей от такого маленького маленького мальчика поэтому друзья овладевает это нехорошее чувство гоните его от себя иначе диваны буду угорок сыроежка она уже умерла такая то что у нас как думаешь это зеленушка да и причем неплохая до зеленушка еще одна шляпочка виднеется просто светится сами себе завидую до максим к короче говоря не привязываемся сегодня какому-то определенному виду грибов до макс что находим то находим что и наша да ты знаешь ее уже да да какая мощная возьмем вообще приятно находить в декабре месяце любые грибочки что очередная радость его под низ максим топай смотрел так вот так убрать топ а там мухомор дохлый и ты надеялся вот вдоль этой канавки идем и то и дело попадаются гиграфор чеки нам до максим чик ты там тоже нашел иду смотреть сейчас по пути тут тоже попадаются некоторые даже замороженная некоторые уже отмерзлись разморожились ну-ка давай глядеть ну этаж как раз то что мы еще до смотри это бугорки ложные я уже вижу не будем до на них терять время попались а как мы узнали а мы просто так предполагаем пока не знаем да они вот было потепление и они начали появляться удивительно какие крупные нашли здесь максимум фейковый нет там же ленуха но она уже сдохла то не прямо из муха да молодец любят эти грибочки во муху расти здесь пока не видно хотя мог такой мягенький радует глаз среди всей этой серой погоды да такой яркий мог зеленый насыщенный ну прям вблизи песчаной дороги до максим думаешь ты думаешь точно крупненько крупненькая у рыбы свеженькая хорошо скажет максик я устал холодный кто-то мне обещал не ныть я просто констатирую факт да уж уж максик раз такое дело будем двигаться к автомобилю вот здесь видно как сосновый лес чередуются с лиственным и мы пробуем искать и там и там смотри максим чик наконец-то нашли фламулинку я тут правда совсем немножко но все-таки приятно просто ее найти грибочек это дерево орешник а вот дальше еще по моему один орешник и еще чуть-чуть там растет пойдем посмотрим вот семейка совсем маленький мне говорят зимние грибы не стоит брезговать размером их ним они все маленькие в основном вы встречал их побольше ну я не знаю тут совсем брать нечего вот две шляпки возьми вот наиве да это опята фламулинка их тут мало правда совсем совсем мало вот такие максимка нужно собирать а ты максимка знаешь что это шиповник его можно было заготовить и делать из него чай зимой в нем много витамина c полезный один покажу что ё-моё что-то такое да ты уже залез что-то такое не ври шиповник раздавил да а я пранкануть хотел что сделать пранкануть хотел пранкануть что такое пранкануть макс шу перчатку посеял пранканул иди ищи одеты последний раз увидел вот пранканул папу чуть без варежки не остался ну вот мы и погуляли вместе собрали немножко на супчик хватит ставьте лайки подписывайтесь на канал мы идем к машине глядя на количество наших собранных грибочков сегодня нельзя не отметить один жирный плюс их не нужно долго обрабатывать тут в основном у меня гиграфоры а я слышал из них получается очень вкусный супчик сейчас попробуем что нам для нас для начала понадобится это картофель лучок морковочка и собственно сами грибочки из гиграфорщиков можно сразу варить суп предварительно не отваривая но вот зеленушки я почитал там их можно пожарить 15 минут нас лучком потом отваривать ну чтобы не было никаких разногласий поджарим все эти грибочки минут 15 а потом всыпем наш бульон с картофелем сначала грибочки пусть выпарится вся вода тем временем можно забросить не крупно но или мелко порезанную порезанный картофель легкий грибной супчик я думаю никому не помешает сейчас супчик будет как нельзя кстати потому как к нам едет катина мама и по совместительству моя вот и послушаем независимое мнение обязательно нужно добавить сливочного масла кстати бульон если она так можно назвать картофелем я уже посолил теперь нужно чтобы это все содержимое перекочевала кастрюлю дадим еще минут пять покипеть чтобы она там все поженилась вот и бабушка иди открывай давай туда еще пошел перчик и лаврушечка димочка очень вкусный супчик спасибо тебе на здоровье да массу удовольствие получила на здоровье друзья спасибо вам за просмотр как видите уже не зря сходили за грибочками бабушка довольна а следовательно и мы довольны надеюсь вы тоже довольны ставьте лайки подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик и оставляйте комментарии всем пока пока